Привет! Сегодня я вам хочу показать, как я готовлю один из наших любимых семейных рецептов. Этот рецепт макароны с салмоном в сливочном соусе, с лимоном, спаржей и пармезан-сыром. Дети очень любят макароны, но простые макароны я не люблю постоянно кушать, поэтому вот этот рецепт очень-очень быстро делается и очень-очень вкусный, всем нравится. Чтобы приготовить эти макароны, вода должна закипеть бурно. И туда я кидаю макароны. Почти целые пальцы, пока будет слишком много, наверное, у нас всего. Я, муж и двое маленьких, так что нам много не надо. Я чуть-чуть добавляю оливку и ломасла, чтобы они не слиплись. Совсем чуть-чуть, капельку. Покорошки помешивать. И буквально сразу же я закидываю туда рыбу. Мы берем замороженную рыбу, потому что уже без кожи, без костей. Потому что в Америке у нас очень трудно найти wild-caught salmon, которая была поймана в океане, а не выращена на ферме. Без добавок, без всяких стероидов и все такое. Без красителей. Поэтому мы покупаем замороженную в хорошем магазине, где мы уверены, что это хорошая рыба. И даем покипеть рыбке с макаронами. Минут 10. Рыба разваривается очень быстро, так что пока варятся макароны, рыба уже тоже будет готова. Тем временем я беру спаржу и отрезаю кончики. Довольно много, потому что кончики, они самые жесткие, самые невкусные. Вот эти большие кончики. А маленькие верхние кончики мы, конечно, оставляем. Нижние кончики мы выбрасываем. И остальную спаржу режем на небольшие кусочки, которые хорошо поместятся в рот. Маленькие кусочки спаржи я закидываю прямо туда же, примерно минут за 5, до того, как макароны и рыбка должны свалиться. Потому что им тоже нужно, смотря какой величины спаржи, если она толстая, ей нужно больше провариться. Если она тоненькая, то за 3 минуты она уже будет готова. Тем временем нам нужно натереть цедру лимона, у меня уже натерта, и выжать сок лимона. Одного лимона примерно. Все это я смешиваю, просто процеживаю семечки. И смешать сок лимона с цедрой лимона. Когда макароны почти готовы, называется алдаты, и рыбка уже почти разваливается, то можно сцеживать водичку. Викусе, здесь горячо, осторожно. Я сливаю воду через ситечко. Такой очень осторожно, но горячий. И пытаюсь оставить чуть-чуть жидкости там. Потому что мы сейчас будем доваривать, и чтобы пасты не были сухими, соус был хороший. Хорошо оставить чуть-чуть водички. Итак, я слила почти всю воду, и ставлю эту кастрюльку на маленький огонек совсем, маленький. И здесь мы довариваем наши макарончики. Туда я вливаю сливки. Это маленький, совсем небольшой размер сливки. Я думаю, этого хватит. Если не хватит, нужно будет просто подлить чуть-чуть жидкости еще. Ложечкой я просто разминаю рыбку. Потому что она уже готовая, она просто вся крошится. Чтобы она была маленькими кусочками. И так же сюда, сейчас, как только начинает это все чуть-чуть покипать, я добавляю лимон с лимонной цедрой. Сливки просто так, конечно же, с лимоном смешивать нельзя. Но когда это все варится, то получается очень вкусно. Вот, и так буквально минутки две, чтобы закипело. Но чтобы жидкость не выварила, зато будет все сухое. Тем временем я сейчас измельчу пармезан-сыр. И можно тоже добавить прямо туда пармезан-сыр. И потом еще сверху тоже чуть-чуть. И в самом конце добавляю пармезан-сыр. И в общем-то можно не солить, потому что пармезан-сыр имеет достаточно соли. Но пробуйте на вкус. Если у вас есть чили флейкс, такие как бы остренькие чили, peppers, то можно потом себе самому же по вкусу добавить. Вот, но в итоге получается вот такая вот сочная, с рыбкой, макарончики со спаржей. Мы все очень любим. Ну, конечно же, без выступления было никак, да? Вот результат наших макарон в сливочном соусе с салмоном и спаржей. А вот и Кузькины. Окей, скажи всем пока! Всем пока! Пока-пока!